Месяц в боевой готовности. Службы, ответственные за борьбу с лесными пожарами, в течение июня были готовы в любой момент направиться туда, где появится хотя бы малейший признак дыма. Весь месяц в лесах региона сохранялся высокий уровень пожарной опасности. Всего за текущий год в республике зарегистрировано 38 лесных пожаров, 23 из которых произошли из-за человека. Тем не менее, возгорание удалось вовремя ликвидировать. Подробнее о том, как проводится мониторинг пожарной ситуации в лесах, в следующем сюжете. Для национального парка Мари-Чедура начало этого лета было как никогда жарким. За месяц там произошло два пожара, общей площадью менее одного гектара. Огонь охватил небольшую территорию, поэтому особого ущерба нанесено не было. В Мариел высокий уровень пожароопасности держался почти весь июнь. В этом году в республике было зарегистрировано 38 лесных пожаров, на общей площади более 57 гектаров. Из-за гроз произошло 15 возгораний. Держать ситуацию под контролем помогает техника и спутниковая система. Для своевременного и оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров у нас проводится авиационное патрулирование, наземное патрулирование и видеонаблюдение. Авиапатрулирование у нас проводится на самолете ЦЕСНО-172 по трем утвержденным маршрутам. Они охватывают всю территорию республики Мариел. Наземное патрулирование у нас проводится совместно с арендаторами, также по утвержденным маршрутам. Также есть видеонаблюдение. На вышках сотовой связи у нас установлены 17 видеокамер. Они работают в круглосуточном режиме. Диспетчер контролирует ситуацию каждую минуту. В его распоряжении 17 спутников и карты Мариел. Видеорегистраторы на спутниках охватывают широкую территорию. Так, к примеру, некоторые точки на карте можно посмотреть как минимум с двух камер. Кроме того, современные технологии позволяют не только менять ракурс, но и приближать или уменьшать осматриваемый объект. При задымленности территории диспетчер должен определить лесничество и сообщить о месте предполагаемого пожара. Работники и жители республики должны быть особенно внимательны, когда температура воздуха повышается, а осадки выпадают в незначительном количестве. Для такой погоды характерен высокий класс пожароопасности, а значит, за разведение костров в лесу нарушителю грозит ответственность. Такая ответственность, она есть, когда действует, допустим, особый противопожарный режим или ограничение пребывания граждан. Правительством республики выносит такое постановление. И вот в этот период, пока действует постановление за разведение костров, за нарушение пожарной безопасности в лесах, человек несет ответственность. Человеческий фактор – одна из основных причин возникновения пожаров. Поэтому каждому следует понимать ответственность за свои действия. Любая выброшенная бутылка, стеклянная или пластиковая, может спровоцировать возгорание. Особую роль играет уровень экологической культуры человека. В то время как одни оставляют в лесах мусор и непотушенные костры, другие на добровольных началах поддерживают природе чистоту, чтобы беспечное отношение человека к окружающей среде не привело к необратимым последствиям.